Если брать предыдущие выборы, которые были в законодательное собрание, то смешники Кировской области вели себя достаточно корректно, в моем понимании. Из того, что я видел, это и газеты, и телевидение, и радио. То есть черноты не было, да? Да, если там некие, можно так называемые, партийные, и, при том, я еще не уверен, что они, хотя и выпускались под партийными значками газеты, которые в массовом масштабе распространяют, что они были именно выпущены этой партией, это не факт еще, потому что они такие были, немножко левенькие. А в целом надо отметить, что достаточно корректно кировские СМИ вели агитационную кампанию в преддверии выборов в законодательное собрание Кировской области. Просто часто у нас вообще такая череда мощных выборов, аж три. Раз, потом два, потом три. А где вы третий? Я еще до третьих не пошел. Президентские. Президентские, это у нас будут вторые. А городские. Просто они совмещены, они будут проходить в одно и то же время. Ну да, это будут достаточно интересные выборы. Я думаю, что многие захотят повторить результаты, а другие захотят их переубедить, что этих результатов не будет. А протестовывать? И поэтому я думаю, что на самом деле выборная кампания марта будет проходить в период зимы, в преддверии выборов в Государственную Думу. Она уже будет находить свое отражение, и плавно она будет перетекать в предвыборную кампанию, которая будет в марте. Ну, к слову о том, что в любом случае выборная кампания стартовала, поэтому в том или ином ключе все равно придется упоминать те или иные партии, но это просто потому, что те или иные поводы создаются. Мы сейчас никого не будем с вами, да, Юрий Львович, мы-то с вами понимаем, пропагандировать и пиарить. Значит, Никита Юрьевич Белых не собирается покидать пост губернатора в случае вхождения в список правого дела. Губернатор в своем живом журнале рассказал о подробностях предложения стать паровозом федеральной тройки правого дела. Цитирую. Вхождение в список точно не означает, что я уйду с поста губернатора Кировской области. Пусть успокоятся и союзники, и оппоненты. Никуда не ухожу и не собираюсь. Более того, мой график до окончания первого срока губернаторских полномочий, то есть до 15 января 2014 года, уже практически полностью сформирован. Есть список дел и проектов, которые я хочу завершить. Скажите, Юрий Львович, Никита Юрьевич просто успокаивает общественность. И может же все-таки возникнуть та или иная ситуация, что, предположим, первое лицо государства или второе велит поступить иначе. Я понимаю, конечно, что мы там с вами, может быть, не вправе. Просто видите, я к чему. Вятский наблюдатель свежий сегодняшний опять пишет, что судьба белых решится в ближайшие дни. И при этом я в курсе, что Сергей Юрьевич Бочинин читает твиттер и живой журнал губернатора. Кому верить? Ваше мнение. Я думаю, что на самом деле инициатором всех этих дел был сам господин Прохоров, а не Никита Юрьевич Белых. А так как Никита Юрьевич достаточно известный человек в благосфере, а Прохоров нацеливает аудиторию голосующих за партию, которую он теперь возглавляет, и он хотел это использовать для привлечения внимания к своей партии. Привлекает всех ярких персонажей, да, к самопиару? Конечно, это же выгодно, это правильно, это технологично. И поэтому таких еще высказываний о назначении кого-либо в списке одной или другой партии, их скоро будет достаточно валом идти. Я понимаю, что то же самое, что Хлобыстин предлагает себя в президенты Российской Федерации, но вместе с тем я знаю, что в ближайшее время, 10 или 11 часа, должен быть его концерт в Лужниках, и такой ход привлечения в том, что он выдвигает себя в президенты Российской Федерации, достаточно, на самом деле, сложное технологическое дело. Вы, кстати, слышали, он еще предложил 14-летний срок президентский. Ну, у нас практически сейчас таки получается два срока по шесть новых, и вот вам будет почти что-то 14. Ну, да. Так что он недалеко ушел от этого дела. Но это хороший был ход для привлечения, потому что Лужники заполнят достаточно сложные мероприятия. Нет, ну это да, но смотрите, ведь ни в каком страшном сне, допустим, там не приснится, вот вы совершенно справедливо сказали, да, что, вот, так сказать, это пиар-ход Прохорова, но, например, никто не напишет нигде, я говорю, там, ни с какого перепугу, что, допустим, там, Никита Белых может, может вдруг там поиметь отношение к тройке лидеров, допустим, там, ЛДПР, понимаете? То есть я просто к тому, что все равно это вот как-то... Прохоров достаточно человек вменяемый, у него с мозгом-то все в порядке, и поэтому он понимал, о ком и что он говорит, да, он не мог пригласить свою партию других лиц. А что из этого выйдет, будет известно, 4 декабря все станет известно, и будет, некоторых будут разочарованы, кто-то будет очень радоваться, да, удивлен. Это то же самое, что блогеры Кировской области выдвигают некого человека из Кировской области в президенты, да? Ну, Юрий Борисович, ну что вы от меня перейдете? Моем понимании, что это все равно, что выбирать истопинский огурец в президенты. Хорошо, давайте... Примерно та же самая акция популяризации Кировской области. Тогда давайте по поводу этой темы-то и порезвимся. Вот, значит, блогер... Актеристи не о чем порезвиться, да. Я, значит, предложил, я просто к чему, я хотела нам с вами предложить, может быть, выдвинуть кандидатов в президенты, значит, озвучу сейчас то, о чем говорит Юрий Борисович. Выдвинуть кандидаты в президенты от Кировской области предлагает кировский блогер. Это может быть как житель Кировской области, так и человек, не проживающий постоянно на территории области, но плотно связанный с областью делами и иными отношениями. Это я сейчас цитировала как раз, вот, значит, предложение этого блогера. И дальше мне страшно понравились, вы читали, да, ряд особенностей, которыми должен обладать человек. Не быть членом политической партии, иметь активную гражданскую позицию, подкрепленную конкретными делами, уважать и высоко ценить Вятский край, быть известным в области, желать быть выдвинутым кандидатом в президенты РФ. За исключением пятого пункта, потому что я еще не определилась, Юрий Львович, вот смотрите, даже я подхожу по всему. Ну да, конечно. Ну, кроме этого, надо еще собрать 500 тысяч подписей. А об этом, заметьте, не указано. А потому что наверняка человек, который писал, или не знал, или не захотел отразить этот момент. Достаточно сложный момент. А зачем вообще это вот было, на ваш взгляд, с его стороны? Он к своей какому-то персоне привлекает внимание, да? Он же, по-моему, был главным редактором какого-то СМИ, да? Правильно я помню? Наверное, да. Ну, у нас многие люди, которые входят в клуб ФСБ, с периодичностью там раз в неделю выдвигают какую-либо новую теорию развития Кировской области, хотят отметиться в благосфере. Поэтому я, если раньше более внимательно следил за происходящими событиями, то на самом деле у меня сейчас интерес как-то так падает. И я встречаюсь с ними не только вот в клубе ФСБ, но и других общественных мероприятиях. Вижу, что это, ну, хорошее говорильно, людям нравится говорить, а... А толку никакого, да? Ну, это грубо сказано. Нет, это я сказала, это я сказала, это не вы, то есть вас тут никак не... Хотя отдельные темы, которые там поднимаются, их надо развивать, но они почему-то остаются вот там за столами, и на этом все заканчивается. Дмитрий Медведев посоветовал губернатору Никите Белых заняться объединением университетов. На встрече 7 сентября в Горках обсуждалась ситуация в сфере школьного и высшего образования в Кировской области. Поднимались вопросы улучшения качества обучения, условия жизни студентов, развития университетских кампусов и так далее. И тому подобное. Помните, Юрий Львович, совсем недавно проходили мы эту эпопею насчет объединения ВИАДГУ, да, и ВГГУ. Потом все разговор затеек, сказали, все хорошо, значит, оба вуза равновелики, все замечательно. А сейчас, получается, опять будут спориться, ссориться, решать там, на чьей базе, причем, как бы, очевидно, скорее всего, на чьей базе. Правильно ли вообще это все объединять и углубнять? Я для, какую цель преследует это укрупнение объединения? Не знаю, не знаю, но ваше особое мнение не спрашивает. Ну, то, что один или вместо двух человек потоками финансовыми будет вместо двух человек один руководить? Ну, для кого-то это, наверное, есть смысл. Беспорно. Если мы видим о том, что говорит наш президент, что, вот, хорошо, крупный университет, но мы... Да они и так, в общем-то, не мелкие проблемы. Да я не в этом веду. Даже по расположению, вот, все эти университеты, которые я видел, вот, все этих самых загнивающих буржуев, это одно место, где ряд общежитий, учебных корпусов. Это как студенческий кампус такой, да? Да, это кампус, это вся инфраструктура. А если вы говорите о Кирове, это значит будет от ЧЖ до Ломоносова? Да, получается. И логистика в чем, что улучшает. Где-то мы будем строить новые спортивные залы, где-то новое общежитие. Не, ну, наверное, с перспективы когда-то будет построен отдельный спортивный городок, когда в нашей стране будет достаточно много денег. И это не ухудшит, конечно, наших студентов. Это же в серии «Если бы до кабы», откуда мы знаем, да. Да, да. Во-первых, как мы видим по демографическому составу нынешних периодов, количество студентов резко упало. Хотя при этом сохраняется практически преподавательский состав. Ну, может, и не сохраняется, но... Но ведь наверняка это укропление приведет к тому, что часть преподавателей останутся без работы. Вот я вообще-то вот уверена в этом, мне кажется. Я думаю, что больше останется административных работников без работы, чем преподавателей. Ну, да, структура... Не надо будет два завхоза, три электрика. Вот в этом сократят. Там секретаршу количество уменьшится. А вот вообще смысл... Вот мы укрупняем сейчас здравоохранение, углубляем его. Ну, и мы видим, к чему это приводит. Я не хочу сравнивать то же самое. В смысле? Да, количество вузов в стране превышает потребность. Это понятно. И при том, качество образования многих вузов... Оставляет желать. Это еще так, ну, мягко сказано. Может, эта цель преследуется, чтобы убрать с поля все вузы, которые не обеспечивают достаточного уровня образования. С этим можно согласиться. А вот лишь бы сам принцип взять и соединить, ну, не знаю. Как-то так я на это смотрю не очень хорошо. Ну, это получается, что опять, как всегда, там, сказать, папа-царь сказал, у нас все кинулись выполнять, да, не особо задумываясь... Ну, пока это не происходит на самом деле. Нет, но ведь, вы же понимаете, Юрий Львович, если порекомендовано было, то ведь, и даже в любом случае, если потом будет возможность, опять же, ну, благодаря, там, сказать, может быть, и весу политическому и харизматичному... Ну, и харизматичность. ...харизматичность. Это понятно, но я говорю, опять же, благодаря, там, может быть, весу, харизматичности нашего губернатора, возможно, что человек сумеет, допустим, там, объяснить, убедить, что в частном случае города Кирова ситуация, может быть, не вполне того стоит, чтобы так сделать. Но в любом случае прецедент создан, СМИ, шумиху, ну, как бы, волну погнали, и в любом случае, так сказать, вот эти все три волнения, которые, возможно, того не стоят, они все равно сейчас начнутся. А ведь только начался учебный год. Сейчас начнут психовать, там, значит, студенты из Сирии, а вот нас чего, куда, может, тут в середине года сейчас переведут, мы будем там... Я думаю, что если эту информацию в течение ближайших двух недель никто будировать не будет, то она так и сделает. Ага, это намек из Сирии Атамина, замолчали. Конечно, не надо людей третировать. Хорошо. И раздражать, тем более осень. К слову, об учебе, о богатых у нас хорошо так, как-то все ладненько складывается. Депутат Слободской районной думы, миллиардер Александр Лебедев, вот, знаете, даже вот эта фраза меня уже страшно веселит, вот, мне просто нравится, что он депутат Слободской районной думы. Откликнулся на предложение, и снова, и снова о великих, на предложение Дмитрия Медведева проводить в школах уроки успеха. Пресс-служба известного предпринимателя сообщила, что депутат планирует встретиться с учениками школ в Слободском районе Кировской области после начала учебного года. Но миллиардера смучает то, что критерием жизненного успеха является размер кошелька. К тому же, Лебедеву, по его словам, не вполне понятно, чему могут научить детей большинство членов списка журнала Forbes из числа наших соотечественников. Вот, знаете, Юрий Львович, я как-то вообще запуталась в этой теме. Почему? Чему тогда планируют учить детей Лебедев? Что деньги не главное в жизни? Банально. Может, тогда лучше пусть учат, как зарабатывать? Или вот как вообще прокомментируете? Какое у вас есть особое мнение по этому поводу? Я был на двух выступлениях Александра Лебедева. Получил достаточно... Мне они ему понравились. Получил удовольствие. Ну, яркий, интересный человек. Да, яркий, интересные выступления у него хорошие получаются. И поэтому слушать его было интересно достаточно. Правда, это было не последние годы. Три-два назад я выступление его слушал. То, что миллиардера смущает, что критерием жизненного успеха является разбирка кошелька, ну, смущает его. Ну, а то, что он сможет школьникам что-либо хорошего рассказать, я даже не сомневаюсь. Он великолепный лектор, выступающий, хороший, харизматичный человек. Урок успеха будет в чем заключаться? В том, что дети посмотрят на человека, который достиг такого веса, и попробуют как-то вот... Я даже думаю, если эти ученики посмотрят, в каком состоянии находится обувь у Александра Лебедева, то это уже хорошо. Он всегда ходит на чищенных, неломанных ботинках. И это тоже... Этому тоже надо учить. Ну, в принципе, да. В принципе, да. В культуре всего, да? В культуре речи, в культуре одежды и так далее. Я думаю, что ему будет что сказать подрастающему поколению, и это будет не только о кошельке. Не, ну и потом вообще здорово, конечно, что человек с таким именем... То, что успешные люди будут общаться с живым населением. В селе Ильинское. Они их просто уже давно не видели. Даже неплохо, если там Потанин или Лебедев, или кто-то другой приедет. Хотя бы приедет. Мусильников. Да. Хотя в деревню, может, один Лебедев поедет, а остальные не поедут. Они все это сделают в Москве или в Санкт-Петербурге. Это будет худо... Ну, неплохо это будет. Согласна. Это лучше, чем они с ними не повстречаются.